Здравствуйте дорогие друзья! В этот раз мы расскажем про ремонт мехатроника на автомобиле Audi буквой на обозначении коробки DL501, она же 0B5. Мы рассмотрим несколько вариантов ремонта, расскажем плюсы, минусы и в чем отличие. И почему именно так мы решили ее отремонтировать. Первая неисправность это проблемы с платами в мехатронике. То есть, то когда коробка уходит в аварию время от времени, ошибки могут быть разные. Чаще всего по каким-то датчикам, ну может быть все что угодно, но если она проявляется сначала, допустим, раз в месяц, загорелась шестеренка на приборной панели, потом она работает нормально, потом чаще начинает уходить в аварию, скорее всего проблема в плате. Лучше всего взять полный ремкомплект в оригинале, заменить сразу соленоиды, раз уж лезть в мехатроник, не пожадничать, купить прям полный комплект, именно оригинальный. Второй вариант, можно конечно немножко сэкономить и взять просто платы. Ремкомплект плат, он более дешевый, также в оригинале, а соленоиды не даются, ну как вариант. Можно рассматривать Китай, можно рассматривать БУ, ну я бы советовал, наверное, взять полный комплект в оригинале. Вторая проблема может быть из-за износа сцепления, например. Ну, тогда, когда выходит из строя сначала сцепление, ошибки появляются по адаптациям давлений, либо по фрикционной муфте, нужно менять соленоиды К1, К2 и общий соленоид давления. Вот, также возможно заменить еще соленоид охлаждения. Также рекомендуем делать это при замене сцепления, даже если нет никаких проблем. Само по себе сцепление редко когда выходит без каких-либо причин. Чаще всего появляются проблемы сначала по соленоидам, потом выходит сцепление. И, соответственно, чтобы новое сцепление ходило долго, лучше сразу поменять и ремкомплект мехатроника. Соответственно, то же самое. Можно взять Китай, можно взять оригинал, можно заменить сразу с платами. Я бы советовал, если уж лезем, поставить оригинал. Раз уж такая возможность есть, пока в Volkswagen на Audi дают оригинальный комплект, это стопроцентная гарантия качества и, соответственно, это самый лучший вариант. Пусть не дешево, да, но так будет надежнее. Как вариант, да, есть китайские соленоиды где-то в районе 4-5 тысяч рублей за штучку. Ну, на данный момент проблему, в принципе, решит. Также сеточки на соленоидах можно промыть. Платы можно оставить старые, но тут опять может произойти так, что через несколько тысяч километров придется лезть опять в мехатроник. Обязательно при любой замене промывка поддона, замена фильтра проточного, замена фильтра в коробке, установка новой прокладки, заправка новым маслом. Ставить новые соленоиды, заливать обратно старое масло, ну, в этом нет вообще никакого смысла. Экономия она того не стоит и сразу надо закладывать в ремонт стоимость новой жидкости и новых расходников. Давайте будем рассматривать самый правильный вариант ремонта, заменой плат и заменой соленоидов в оригинале. Покажем процедуру снятия и непосредственной замены. В принципе, ничего сложного нет. Откручивается поддон, сливается предварительно масло перед тем, как снимается поддон. Дальше снимаем мехатроник. Процедура не самая сложная. Важно просто, ответственно и максимально чисто заменить соленоиды и не повредить ничего при снятии и при установке, естественно. Продолжение следует... Обязательно нужно проверить состояние трубок подачи масла и трубок масляного фильтра. Снятый мехатроник выглядит вот так. Это платы, под ним соленоиды. А это комплект в оригинале. Вот они соленоиды, вот они платы, резиновое уплотнение, новые болтики. Когда снимаем платы, видим вот так вот все. Здесь уже новые соленоиды. Сейчас будем ставить новые платы. И вот уже установлены платы, все затянуто моментом, все как положено. Подготовлено к установке. После того, как собрали все на место, в обратной последовательности, заправляем масло. Обязательно, очень прям важный момент. Нужно выставить уровень в коробке. При нужной температуре не лениться, не спешить. То есть, это очень ответственный процесс. И потом обязательно сделать адаптацию. Все согласно инструкции, желательно дилерским оборудованием Одис. И все будет работать замечательно после этого. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, если вам это понравилось видео. Ну и задавайте свои вопросы, я отвечу вам в комментариях. До новых встреч!